Продолжаем деловое утро на телеканале РБК. Здравствуйте. Так, с начала Первой мировой войны прошло 100 лет. 28 июля 2014 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии. И тем самым развязала один из крупнейших вооруженных конфликтов в истории. Телеканал РБК подготовил серию специальных репортажей о Первой мировой. Они будут в эфире в течение всей недели. Сегодня речь пойдет о роли Германии в конфликте в 15-35. В 15-35 эту тему обсудят в программе Жанна Немцовой «Взгляд». А прямо сейчас смотрите репортаж Сергея Дика. Второй рейх. Такое название дали Германской империи в конце 19 века. После победы во франко-прусской войне немцы получили в свое распоряжение железно-рудные и угольные запасы Эльзаса и Лотаринги. А контрибуция в 5 миллиардов франков от проигравшей в войне Франции стала отличным стартовым капиталом. К 1910 году по уровню развития промышленности страна вышла на второе место после Соединенных Штатов. А через 4 года на второе место и по торговле после Великобритании. На долю Второго рейха приходилось 13% мирового товарооборота. Но этого было мало. Немцы тоже хотели себе больше, поскольку они чувствовали, они были на подъеме. У них прошел демографический подъем, население увеличалось, промышленный подъем, культурный подъем. К тому же устаревал план Шлиффена, начальника генерального штаба Германии, он был разработан еще в 19 веке, как провести блицкрик, очень быструю войну против Франции, чтобы потом обрушиться на Россию. В соответствии с этой военной доктриной Германия намеревалась разгромить Францию за 40 дней. Именно столько, по мнению немецких военачальников, должно было понадобиться России для того, чтобы провести мобилизацию на своей огромной территории. Но план провалился. Немцам не приходило в голову, что Россия может начать воевать, не отмобилизовавшись. Это именно и произошло. Когда-то Лесков в одном из своих рассказов написал устами одного из героев, генерал сказал, а мы такую глупость учудим, что немцы ни в жизнь не додумаются. Вот это и произошло. Мы начали наступление в Восточной Пруссии, не отмобилизовавшись. Первые месяцы войны были для Германии успешными. На Западном фронте немцы оккупировали Бельгию и Люксембург, а на Восточном нанесли ряд серьезных поражений русским войскам. В распоряжении Второго рейха было почти 1700 орудий тяжелой артиллерии. Для сравнения, в России тяжелых пушек насчитывалось 240, а во Франции того меньше – 84. Германия в тот момент была сильнее других стран, поскольку ее система мобилизационная к тому времени уже была доведена, если не до совершенства, то до какого-то пика развития. Германская армия сама по себе, а также мобилизационная структура, инфраструктура транспортная, система мобилизации других ресурсов. Все это уже было подготовлено лучше, чем в других странах. Но к 1917 году стало ясно – война приобрела чересчур затяжной характер. Военные расходы выросли в 20 раз, но для наступления на двух фронтах даже этого не хватало. Против Германии выступили Соединенные Штаты Америки, численность войск которых достигла 1 миллиона человек. В самой же Германии свирепствовал голод, начались массовые выступления рабочих и солдат. Они быстро переросли в вооруженные столкновения и революцию. Кайзер Вильгельм II бежал в Голландию. Немцам трудно было противостоять Антанте. И дело даже не в том, что на стороне Антанта было еще 26 государств, включая Соединенные Штаты. Хватило Великобритании, России, Франции и Соединенных Штатов. Безусловно, Россия измотала в 2014, 2015, 2016 годах очень здорово измотала немцев. И противостоять такому противнику, как Антанта, и с добавкой Соединенных Штатов немцам было очень трудно. В 2018 году в Германии поняли, что проиграли. Все усилия были брошены на заключение перемирия. Оно было подписано в Версале 28 июля 1919 года, спустя ровно 5 лет после начала войны. По условиям договора Германия отдала победителям 13% своих территорий, в том числе Эльза, Слатарингию, Западную и Юго-Восточную Пруссию. Вместе с ними страна потеряла залежи полезных ископаемых. Огромные репарации привели к опустошению казны. Столь унизительные для Германии положения договора поспособствовали росту радикальных настроений в обществе, на волне которых к власти и пришел Гитлер.